Привет, друзья, с вами Кердекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Дисмантл. Как вы видите, происходит что-то непонятное. Мы находимся в гробнице, не переживайте. Я сейчас по порядку всё объясню. Во-первых, у нас крашнулся файл ролика на 40 минут, соответственно, вы не сможете наглядно увидеть, что произошло, но я вам постараюсь объяснить. Мы сейчас находимся в гробнице, в которой было реле. Здесь я до конца ещё не дошёл, но фишка в чём? Я запустил реле, сейчас мы вернёмся ещё чуть назад, я объясню, что произошло. Coming soon нам здесь как бы разработчики рассказывают, что даже дальше в игре будет, собственно, добавлены вот эти самые гробницы, в которых, видимо, можно будет как-то сочно залутаться. Сейчас мы попробуем пройти первое. Это самый простенький, видимо, вариант. Мы уже залутали эту гробницу и получили, собственно, якобы шарик. То есть, в целом, она бага наработает, но пока это чисто пример, чтобы мы понимали, что в этой игре скоро будет ещё и гробница. Так, мы активировали здесь реле и вылазим. Там сейчас будет основа истории. Так, вот, собственно, это место. Мы с вами стартанули, по идее, вот в этой локации. Должны были стартануть, но сейф пошёл в зопу. Короче, не суть. Стартанули мы в этой локации и должны были добраться до оставшихся двух реле. Я припёрся сначала сюда, потому что локация закрыта была, тут пройти было почти невозможно. Здесь было перекрытие где-то где? Вот здесь скала, здесь закрытые ворота и скала. То есть, здесь пройти нельзя было, пришлось возвращаться назад и проходить аж здесь. Ну, раз я вышел здесь, я решил пойти сюда, тут мы чуть подлутались, открыли ещё костёр. Сюда зашёл в... Это по факту кладбище. Я зашёл сюда, здесь мне сказали, что пройти дальше тебе нужен ключ. Ключ находится возле самого большого камня надгробного. Здесь огромный камень, я копнул, достал ключ. Зашёл сюда в ворота. Смотрю, реле как бы отмечено было вот здесь. Здесь это как раз вот эти камни. Я подхожу к ним, а мне говорят, тебе нужна верёвка и крюк, чтобы спуститься вниз. Я такой, вы чё, собаки, чё вы такое придумали нехорошее? Думаю, ну ладно, хрен с вами, потом сделаю верёвку, приду сюда. Я пошёл гулять дальше. Прошёл сюда в центр, думаю, надо же активировать станцию, иначе мы карту всю не увидим. Активировал станцию, посмотрел, что здесь тоже есть водоём. Думаю, ну нифига себе. Полутался тот, полутался по пути ещё в констракшн-сайте, где нашёл кучу резины, потому что это стройка школы, по идее. Там была куча катушек, была куча железа. В общем, подлутался сочно. Побежал сюда. Думаю, надо же дойти до этого реле, раз мы уже в эту сторону двинулись. До этого реле я не дошёл, я здесь тормознулся, начал лутаться-лутаться. Здесь увидел опять ящик с таймером и жаробаса здесь стоящего. Думаю, не, ну нахер. Думаю, пойду сразу заберу реле, вернусь назад, и как раз уже буду заканчивать эпизод, потому что 40 минут эпизод длился. Вот, но, вот что вышло? Я здесь поставил, налутал ещё кучу всякого говна. Вот здесь была кафешка, была куча керамики, просто завались. И я думаю, сейчас кабанчиком пробегу. Но, как только я решил, вот здесь, если видно, вот, проход в эту локацию, из неё проход сюда, и только из неё попадаем уже к реле. Чтобы вы понимали, вот здесь стоял красный моб опасный, и вот здесь стоял красный моб опасный. В итоге я сначала попытался пройти по-человечески, навалить им, но этот красный моб сносит мне 2 трети хп. То есть два удара, и я труп. Помимо него там ещё куча мелких мобов. Поэтому я забил на него бол, думаю, пробегу кабанчиком. То есть я один раз сдох, резнулся на костре, пошёл опять сюда, и думаю, пробегу кабанчиком. Бегу-бегу-бегу, мне раз дали люля. Я бегу-бегу-бегу-бегу, мне 2 дали люля, обычный моб, у меня остаётся совсем там, вздюлечка хп. Я запускаю реле, и меня убивают. Но когда я резнулся на костре, реле уже было запущено. Я такой, ха, кек, справился. И я прибежал обратно сюда, по пути уже скрафтил, естественно, верёвку с крюком. И забежал сюда, и всё, что вы только что видели, там тоже реле я запустил. И на этом мы, собственно, свернули. Поэтому сейчас мы должны двигаться уже запущенными всеми реле в зону эвакуации. В которой как раз нас, по идее, и ждут. Если я всё правильно понимаю. По оружию, по оружию я ж не сказал, да. Мы прапали много чего. Мачете был прапан до 27, по-моему, урона. Поэтому это у нас сейчас самое ходовое оружие. Палку я планировал как раз сейчас вот-вот прапать, но не свершилось. Я получил верёвку и получил компас. Компас нам даёт возможность между станциями телепортироваться. То есть фаст-тревел, по факту. И прапал вроде бы один раз ножи, чтобы у нас их было 6. А, и броня. Собственно, броня. Она нам даёт защиту от холода. Увеличивает на 5%. Ой. Вот здесь 10% была защита от дамага. Здесь 15%. И даёт ещё один слот для переноски ресурсов. То есть в целом, очень даже приятно получается, мне кажется. Сейчас нам нужно что? Нам нужно сбежать с этого кладбища к чертям собачьим. Фу. Нам нужно выйти в сторону ближайшей станции, чтобы просто тпшнуться в сторону... Тихо, тихо, тихо. Чтоб тпшнуться в сторону... Эвакуации... Точки эвакуации, короче. Это самый простой вариант. Так, сейчас, дайте секунду. У нас станция находится здесь, она перекрыта. А, я здесь проход, по-моему, открыл. Станция была закрыта, у неё вот здесь секретный проход был. А здесь ящики надо было раздробить, чтобы нормально заходить. То есть нам нужно будет завернуть по пути. Окей, побежали. Вот, ситуация-то какая? С боссами я только жировиков бил. Нашёл тактику, с которой с ними можно бороться. Причём достаточно просто. Они пускают эти лужи, обрыганные. И для того, чтобы с ними бороться, нужен просто маленький нюанс. Чтобы они стояли в этих же лужах, потому что они их дамажат. Вот такой нюанс оказался. Так, фаст тревел. Проверяем, как он работает. Возвращаемся. Чё, вот так? Всё? Восхитительно. Это просто замечательная вещь. Так, двигаем теперь к воротам. Откройся, Сим-Сим. Open gate. Да, деточка. Мы смогли. А, мы находили ещё радио, в которых говорили, что остров уже пал. Типа, даже не пытайтесь ничего делать. Вы уже обречены, якобы. Что меня, естественно, расстраивало. Так, это выглядит обещающе. Что, ракета? Может ли быть это выход отсюда? Нет топлива. Можем ли мы просканировать через антенну наличие рядом топлива? Ну-ка. Тихо. Так, найти, 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 найти. Мы левелапнули сразу до девятого. Кстати, давайте левелапнемся по-человечески. Левелап. А, ещё в левелапе я взял сфервоего листа, который собирает грибы. Вот эту всю дичь, короче. Так, можем жрать еду, получать. Увеличивать дамаг от метательного оружия. И мили, конечно, мили давайте увеличим. Это куда лучше будет. У нас тут много чего пооткрывалось. Линк Тауэр Тул Кит. Это мы ещё пройдём. Шиф Трио. Что это такое? А, это типа Три ножа сразу кидать. Ну, бляха, я не знаю, это, наверное, бесполезно. У нас есть ещё Тяпка Удочка, к этому тоже надо будет прийти. Ммм, шапочка. Шапочка, которая что? Уменьшает вражескую рейнджу видимости. Блочит 7,5% урона. Звучит неплохо, но нужна кожа, а кожа это зверушки. С зверушками пока у меня что-то не срослось. Термос кофе. Это что у нас? Плюс 10% скорость бега. Возможно, это неплохо. Посмотрим. Так, подъём. Нам нужно в любом случае потрогать Линк Тауэр. Здравствуйте. Найти топливо. Скадируем Айлэнд. Да, вы серьёзно? Там же вода, подождите. Там не может быть. Ох. Наконец-то мы, видимо, можем уйти от главного квеста. Потому что мы ещё не открыли даже половину локации. Но всё, что могли, мы уже сделали. Так, а трансмиттер нам что даёт? To unlock the option. Хер знает, что он нам даёт. Но сам факт такой есть. Так, окей. Что у нас по ситуации? Кстати. Здесь где-то ящик. Я не знаю, что с этими секундными ящиками делать. Мадам, мадам, мадам. Имей совесть. Имей немножечко хотя бы совести. Я хотел добить металл, я точно помню. Для того, чтобы прапать нашу махалку. Заблочено. Лол. А как я туда попасть должен? А? 35 нужно, чтобы пробить металлическую сетку. Я вас понял. Мачете, короче, идеально справляется с деревянной и пластиковой гадостью, которую мы находим. В том числе, кстати, и с техникой. Поэтому мачете у меня теперь любимое орудие. К сожалению, с металлом он не работает вообще никак. Вот вообще никак. Но, тем не менее. Тем не менее. Так, резина у меня есть для того, чтобы этот прапать. Не хватает действительно-действительно металла. Но это надо хорошенько побегать. Хорошенько побегать. Наши любимые шкафы, батареи. Вот это все добро. Придется лутать. Так, это какой-то газовый баллон, да? Походу да, но обидно, что я его поднять не могу. Я бы сюда притащил. Нет, это не газовый баллон. А почему за него экс подается? Дается экспону, не дается лут. Ок. Так, крепкий металл. Крепкий металл. Замечательно. Но нам нужно еще многовато. Семь штук надо. Вот почему я сюда попасть не могу. Стены вроде проще ломать, да? А, стоп, это каменные стены. 55 надо. Это деревянный. Там, по-моему, достаточно быстро ломать можно будет. Скоро, точнее. Все остальное не очень. Так, плотную древесину тоже возьмем. Короче, сейчас я лутанусь. Здесь, по идее, в зоне эвакуации есть железо. Я думаю, сложности с этим не будет. Потому что нам в любом случае придется апать лом. Если мы хотим добывать достаточное количество металла, то это вынужденная мера. Эксперт локпик, вы серьезно? Ну, там есть какой-то терминал, который что-то нам откроет, скорее всего. Поэтому сюда мы не попадем. Что? Что? Я мачете ломаю металл? Так еще и отсюда добывается сложный металл. Неплохо. Что я могу сказать? Очень даже неплохо. А лавка? Лавка, по идее, обычную древесину даст, да? Что вы молчали? Алло. Что вы молчали? Мы сейчас не отходя от эвакуационного поинта. Просто все налутаем. Так, мадам, люля хотите? Гуляй, Вася. А знак? Может, мы еще знаки ломаем? Нет. Мешки. Не подходит. 45 урона. Почему мешки ломаются, кстати, ломом? Это же нелогично. Что это за херня? Во. Покедова. Где ты там? А, ушла. Все, отлично. Забирай металл. Текаем отсюда. Пошла нахер. Так, где-то у нас здесь был верстак, да? Чтобы не юзать сейф. Пошла вновь. Так, верстачок. Мачете у нас следующее очень дорого стоит. А вот эту штучку до 24. Аще запросто. Так, замечательно. Проверяем. Ну, тут он ничего бить не будет. Ничего не должен начать бить, скажем так. Я, по идее, могу по поддону, по идее, попасть. И тогда разобьется и то, и то. Нет, не могу. Была фишка, когда на поддоне стояли две бочки. И так как объекты здесь не могут перемещаться просто так, то эти две бочки тоже ломались. И это было очень выгодное штукинце. Так, что у нас здесь еще есть? Гаражик. Ребятки. А, бляха, да шо ж вы мне везде пихаете эту дичь. 45 надо. Я не знаю, сколько лет надо будет прокачиваться. О, здрасте. Чтоб выкачать 45. Серьезно. До свидания. Мачете и с катушками отлично справляются. Ну, короче. У вас что, шо надо. Можем здесь, кстати, жахнуть. Понял. Юбей! Даже столб подкосило. А столб сколько урона? 70 надо иметь, чтоб столб снести. Труба 50. Движочек 60. Ну, вы поняли, да? Насколько все усложняется. Так, забирай. Труба. 45. Датчики. 30. Ну, вот к датчикам мы ближе всего. По логике, конечно. Но это будут страдания в любом случае. Так. Что это, трансформатор какой-то? Нет. Мимо. Хорня. Тот тоже. А почему здесь? Что здесь такого? Что здесь нужна отмычка? Ну, техника есть немножко и все. Немножко электроники соберем. И ради этого делать такую замкнутость. Ладно, фиг с вами. Хорошо. У нас остались еще задания, связанные с рыбалкой. У нас остались задания, связанные с посадкой растений. Стоп. Нам все четыре собрать надо. Ядрен батон. Арена обелиск. Что? Что такое арена обелиск? И почему я ее раньше не видел? У меня до сих пор загадка в голове, что делать с ящиками, которых таймер, типа, есть. Причем, этот таймер дебильный. Уйди. Таймер дебильный в том плане, что он показывает, что он был закрыт там, условно, 700 секунд назад. И что мне с этой информацией делать? Только богу известно, видимо. Так, мы должны отсюда выкатиться. Правильно понимаю? Выкатываемся полностью, обходной дорогой идем. Сейчас глянем, что там за обелиск. Может, я его видел, но я о нем забыл, но что-то я сильно сомневаюсь. Так, сюда зайти можно? Отлично. Ммм, здесь еще техника есть, да? Давай, давай, электроника тоже не помешает. Все, давай. Ящик. Ящик. Нормально. Надо вообще перепроверять другие объекты, которые раньше мы не уничтожали, потому что мы же апгрейдимся по урону. И, соответственно, рано или поздно мы начинаем дамажить даже то, что не дамажили раньше. Не кричит. Стоп, у тебя тоже ящики есть, да? А, ты ящиком завалила проход. Вещь ты говно какое, а. Там, кстати, тоже металла куча. Сейчас, погодите, это что за лука? А, так это здесь. А че я там не утал? Подождите, там проход же открыт. Или я что-то путаю? Нет, я ничего не путаю. Вот так, хоба, и мы уже здесь. Кстати. Тридцать надо. Здрасте. Люля, желаете? Не благодарите. Так, я дверку закрою. Сейчас две секунды, и здесь будет все пробито. Так, еще одна новиночка. Мы теперь можем крушить умывальники. Ой, мне она же выкинул. И с умывальника упал металл. И унитазы. С унитазов чистая керамика. Неплохо, мне кажется. Легкий апгрейдик, так сказать. Все, инвентарь засран. Две секунды работы. Две секунды работы, и весь инвентарь закакан. Уйди. Умри. Пластик лезет? Лезет. Так, выгружаем. Что мы добыли? Мы добыли, в принципе, хорошо бы было поохотиться. Но, блях, а я-то себе отдаю отчет. Я прекрасно понимаю, что мы с этого ничего не вырулим. Но охота прям не наша сейчас. У нас недостаточно урода, чтобы эту зверушку быстренько залопатить. Так, хорошо, давайте в сторону арены этой пойдем. Близко арена. Грибочки, кстати, не собирал ни разу. Да, грибочек, пошел в жопу. Грибочек. Скорее всего, вместе с ними у нас появятся рецепты. У меня там уже в запасе лежат два рецепта. На один из них нужна рыба. На второй, по-моему, много салата. Да как тебя догнать, говно-то такое, ну? Только ножом в спину получается, да? Да ты сволочь. Стоять. Столько есть надежды на то, что он затупит. Это животное несчастное. Иначе мы его не залутаем. Так, аккуратненько. Проверяем. Да, правильно, идем. Сейчас глянем, что там за хрен. Мне кажется, что мы просто мимо проходили. Но я его не осматривал. Похоже, во всяком случае, на то. Так, обелиск. Стоять, сволочь. На нож в жопу. Ты говно такое. Стоять. Так, что-то рычит рядом. Иди сюда. Иди сюда. У меня нет ножей больше. Иди сюда, говорю. Ты сволочь такая, боже. Нам сколько надо? Нам пять штук их надо перебить. Да ты... В смысле, ты же ни в чё не врезался. Чё ты остановился? Сейчас меня к зомби приведёт. Инфа сотка. Я же говорил. А я говорил. Иди сюда, ты уже битый. Я тебя уже не оставлю. Уже всё. Блях, там мечник ещё в придачу. Да куда ты бежишь, твою мать? Одумайся. Сейчас вообще на базу меня вернёт. Сволочь такая. Да дай сюда, я хочу кушать. Мне с тебя бургер ещё делать. Сволочь. Ну по дороге он может бесконечно реально бежать. Остановись. Я тебя прошу. Есть! Бляха, с него кость выпала вместо этой кожи. Твою мать, ещё и бесполезный кусок говна, ну. Так, ладно. Двигаем обелиск. Сейчас будем трогать. Я боюсь, что оно запустит какой-то... О, ни хера себе. Я боюсь, что оно запустит какой-то ивент, который мне сейчас не упал никуда. Но посмотрим. Проверим. Пошла в жопу. Тогда я здесь обойду. Мечник. С мечником тоже оказалось не так сложно справляться. Только надо приловчиться. Да хватит, хватит рычать мне на ухо. Я вас слышу. Да, 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 да. Стоп, я куда-то не туда ушёл вообще, да? Вообще не туда. Окей, подходите. Вы сами этого хотели, вы это получили. Надо было озеро не с той стороны обходить. Так, а ягодки есть? Еееей, ещё новый лут. Кстати, кость это синий ресурс. На секундочку. Так, яички. Яички есть. Но беда в том, что я их пока не могу есть, да? Угу. Надо будет потом скилл взять. Так, исследовать. Шо это за объект? Я никогда не видел этот табилист на этом острове ранее. Ок. Что дальше? Лупашить его нельзя. Стоя на кнопочке это ничего не происходит. Видимо, для нас это абсолютно бесполезный объект. Что-то мне подсказывает. Сейчас я ещё на олене похочу, нам нужно рюкзак просто апнуть. И может я с них насобираю достаточно мяса, чтобы сделать бургер. Если всё пойдёт по маслу. Так, это ужас. Я не знаю, сколько я бегал, но я собрал эти пять ужасных шкур. Фу, гадость, мерзость. Так, здесь у нас есть ещё колодец какой-то неизвестный. Соответственно, его, наверное, тоже стоит помацать. Что? Он требует ресурсов? У меня нет этих ресурсов прямо сейчас. Ну, сейчас принесу. Я, правда, не знаю, нахера. Что там надо было? Один этот и два. Угу. Один металлолум, два органики. Всё проверим. Так, выгружай эту всю каку. Даже специи нашёл. Вообще хорошо. Так, металл у вас лучшим не осталось? Мадам, а у вас? Я заметил, что я со спины наношу серьёзный крит. Я не помню, какой это предмет мне даёт. Но это очень приятно. Так, органику прямо здесь накромсаем. Сейчас это... Мало. А деревья мы, кстати, как... 60 дамага надо. Понял. Так, органика есть. Держи. Юс Вишинг Вэллс. О-о-о-о. Что-то награда как-то... Говно. Ну ладно, тут мы хоть рецепт закроем, наверное. Да, закроем рецепт. А ещё раз можно? Через пол реальных часа. Ну, это интересно, слушайте. Отдаёшь какое-то говно, получаешь говно взамен и радуешься жизни. Звучит привлекательно, да? Так, у нас здесь, кстати, готовка есть. Только это звук дебильный остался почему-то, да? Так, чили суп, где у нас? Вот. Корн коп. 5 макс хп должен дать. Кук, да, хочу приготовить. Раньше, по-моему, он сам подтягивал ресурсы, нет? Так, проверяем. Есть. Хотя бы один рецепт мы закрыли. Так, это у меня есть. Пшеницы у меня только 2. Мясо у меня 10. Листьев салата только 1. Чили суп, помидоров 5. Специи всего лишь 3. Пока мы это не получим. А у них что за бонусы? Макс хп и... Вот, бэкстебинг дэмэдж. Вот эта мне штука нужна. Надо помидоры найти и специи однозначно. Так, вопрос теперь вот в чём. Здесь мы должны были сделать... По идее, давайте я сейчас обновлю. Здесь мы, по идее, должны были сделать удочку и наловить рыбу. Что у нас требует удочка? 100 досок у меня, лол. Окей. Так, дамаг 1. Лучше использовать возле воды, пока всё логично. Так, удочка готова. Замечательно. Сейчас мы её будем мацать, проверять. Тут у нас что? Кофе термос я ещё хотел. Кофе термос, 10 раннинг спид. Я так понимаю, что это перманентный бонус. Всё, проверим. Так, кофе термос есть? Но я, скорее всего, не смогу всё сразу экипировать, да? В этом же подвох. Так, саплай у нас только один. Кинжал, таблетки. У нас открылся третий слот. А где кофе? Это не постоянный бонус. Прошу заметить. Это не постоянный бонус. И он не находится ни в одной из категорий. А, только в этом лагере сейчас. Сек. Вот где кофе. У нас что? 5 макс хп, а здесь раннинг спид. Конечно, раннинг спид. Вы что? 5 хп это хероборы. Всё, я теперь гасаю, что дикий. Возможно, я даже от кинжальщика уйти смогу. Но это не точно. Так, удочка. Дорогая моя, где ты? Вот, удочка есть. Пока она не активна. Давайте подойдём к воде как-то. Опа. Так, теперь я должен подождать, пока рыбка не словится. Я так понимаю, от меня действий никаких не требуется, да? Там зомби, правда, ходит? О май гад. Нам в любом случае нужно словить 7 рыб для того, чтобы закрыть рецепт фижн чипс. Это прямо безаловка. То есть я ничего не делаю, да? А, вот в чём проблема. Он может говно всякое ещё ловить параллельно. Окей, я подожду, я не гордый. Так, короче, рыбы я кучу поймал. Кучу экспы, кстати, за это получаю. Там по 100 плюс за каждую рыбку. Ещё и экспу за то, что наловил кучу рыбы. Ну, короче. Выполнил ещё квест, который нам рыбальский был. Теперь мы можем наконец-то закрыть фишн чипс. Рецепт. Нам вообще много чего можно скрафтить сейчас? А, нет, немного. Давайте в любом случае я сначала, наверное, кухню поготовлю. Где у нас вход? Боже. Так, давай сюда. Сюда приготовить. Давай, 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 давай. Фишн чипс. Это у нас... А, у меня картофеля сколько есть? Есть. 5 картофеля и вот этой рыбки, да? Ага, у нас есть обычная рыбина и херинг. Так, окей. 7 есть. Приготовить мы получим 50% фишн спид. А что такое? 7 рыбы. А, либо надо правильная очерёдность. Я сильно сомневаюсь, что это созависимые вещи, но сейчас проверим. Есть. Приготовилось. Замечательно. Фишн спид 50%. Осталась у нас проблема с бургером и чили-супом. С бургером и чили-супом, потому что специи довольно сложные и редко находятся. Хотя они в обычных домах есть, по логике. А салат я вообще один раз нашёл. Вообще случайно. Так что хрень знает. Поможет нам это? Я больше смущаюсь, что у нас здесь есть кости. То есть мы будем ещё какие-то супы варить, видимо, с костей, да? Окей. Оставим это как есть. Так. По нашему основному крафту нам нужно сделать рюкзак. Давай, садись. Выгружай каку. Так. Крафт. Стоп. Не туда полез. Рюкзачок. 12 слотов по 8 вместимости. Это мне кажется восхитительным. Ага. Дальше у нас добавляются только слоты, кстати. Заметьте. То есть это последний хороший апгрейд был. Ну окей. Что я смирюсь? Что у меня ещё? У меня ещё выбор какой-то есть. Так. Кукинг-под. Добавляет ещё один возможный ингредиент. И позволяет нам закрафтить новые рецепты. А я вроде не находил сложные рецепты. Ну можем, в принципе, потом скрафтить. Но это потом. Это точно не сейчас. Так. Спокуха. Это 9-10 левел нам нужно. Сейчас я ещё раз проверю рыбалку. Подождите. Сейчас. Здесь место. Там, где есть рыба, там булькает водичка. Вот видели? 73 в спину. Но не всегда, конечно. Иди сюда, говорю. Сыкли. Хрен у тебя, лысый. Да что ты меня боишься, ну? Я тебя бояться должен, а не ты меня. Так. Здесь не вижу рыбных мест. Здесь не вижу. Здесь не вижу. Ну сейчас проверим. Просто я на одном месте недолго могу ловить, как я понял. На первом я вообще поймал, по-моему, 2 или 3 рыбки. И на этом весь праздник закончился. Что-то есть. Короче, места, которые не имеют всплеска воды, на них рыба ловится гораздо дольше. Ну у нас типа баф сейчас, плюс 50% скорости. Но всё равно. Ловится она здесь дольше, но ловится в любом случае. Но немного. А там, где булькает, там есть херик, допустим, тот же красный. Либо ещё что-то интересное. Но с другой стороны, это довольно простой способ получения экспы. Нихера не делаешь, просто бегаешь, места меняешь. Но вот видите, в обычных местах не так много рыба. Там я наловил прям угогой эгэгэй. А здесь ни угогой, ни эгэгэй. От слова совсем. Выживаем как можем, короче. Какой нам дали возможность по выживанию, 100 и справляемся. Кровать металлическая? Металлическая. Вот собака. Да, удочкой. Удочкой побей кровать. Умница. Ты прям понимаешь, что надо делать. Как выживать? Так, древесину забрали, всё забрали. Короче, этот квест мы закрыли. Теперь нам нужно будет найти семена. Я попробую. У нас, по идее, морковка есть. И, возможно, мы её сможем высадить. Но это не точно. Это надо будет бежать в другую локацию, как вы понимаете. По-другому это никак... Кстати, мы ещё специи нашли. Это никак не исправить. Пока что, ребятки, делаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденные. И, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok